здравствуйте здравствуйте дорогие друзья меня зовут андрей волна я травматолог ортопед и вы на моем одноименном канале андрей волна 03 какие у нас планы на сегодня первое мы почитаем снова курточку с капюшоном напомню что это серия моих рассказов новелл зарисовок как угодно которые я написал которые я сделал тогда когда вот год назад впервые въехал в украину впервые сначала полномасштабная агрессия эти записи я делал или день в день или на следующий день поэтому если вы первый раз зашли на этот канал то посмотрите там курточка с капюшоном часть первая вторая третья а вот это уже девятая часть причем вот эту вот девятую часть я сделал давным давно когда название такого курточка с капюшоном я не придумывал и касается она начала моей работы это был очень интересный случай интересный случай из медицинской точки зрения интересный случай из человеческой точки зрения тоже ну а дальше в разделе биологичным доступом мы поговорим актуальным я не очень люблю эти темы но приходится говорить на эти темы почему потому что потому что это касается украины в данном случае вот мне мои друзья отличные мои друзья из украины говорят слушай андрей ты лезешь в эти оппозиционные разборки российские тем более ты давно уже сказал что оппозиции как таковой нет есть движение сопротивления движение сопротивления добровольческие добровольческие подразделения или ты с ними или но не называй себя оппозиции да не лез бы я в эти дела дорогие друзья если бы не одно но одно но очень существенное но это все касается украины тоже а как касается и почему касается об этом чуть дальше ну а пока подписывайтесь на канал давайте наконец доведем количество подписчиков до каких-то шести тысяч что совсем совсем немного но я дорожу каждым подписчикам и честное слово вот смотрю там минус четыре человека плюс четыре человека для меня это очень много потому что часть той правды 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 которые я говорю которые я говорю из Украины и для Украины даже когда я не в Украине которые я говорю и для россиян надеюсь что кто-то из них может быть кому не достает правды тот ее услышит из моих уст и поверит мне вроде бы я не давал оснований не верит мне но в общем давайте подписываемся на канал давайте расширим это видео по своим социальным сетям вопросы приветствуется я стараюсь на них отвечать потом потому что это не прямая трансляция лайки приветствуется тоже и для того кто может поддержать мою волонтерскую деятельность в Украине пейпал тоже есть в описании к этому видео но начнем мы с курточки с капюшоном украинец именно так я назвал эту старую не сегодняшнюю заметку отрезать ноги не дам из-под коричневой почти черной отспекшейся кровью меховой шапки на меня вызывающе смотрели колючие темные почти черные глаза пациента не дам не дам сказал же не дам господи да никто и не собирается давай посмотрим что там у тебя смотрите доктор только только осторожнее измучился я ватник у пациента весь заскорузлый такой от крови ватные же штаны в средней трети обеигольни обмотанные модными тогда колечатыми махеровыми шарфами вот здесь вы поняли наверное что речь идет о случае из восьмидесятых конца восьмидесятых годов шарфы эти цвета непонятного от крови только не разматывай доктор только режь режь ножницами сильно больно мне доктор мы наркотики ему сделали это врач скорой сказал травма уже сутки назад почти мы его с аэродрома с санавиации везем смотри коллега обе голени там открытые ну что же резать шарфы модные дорогие тогда так резать под шарфами рваные в клочья теплые когда-то штаны мокрые прямо в рванину брюквы стоят из таких же рваных голени костные отломки с намотанными на них мышечными волокнами какими-то нитками кусками тех же штанов отрезать не дам у старшего школа не забаром омма на трое детей кормить их треба не дам блин за каким таким баром и только тут я понял что пациент путает украинские и русские слова взгляд уже у не твердый у него мутный я верю тебе доктор не отрезаю уважаю и потерял сознание оперировал пациента мой старший товарищ учитель Володя Калашников Владимир Васильевич Калашников ныне уже покойный к сожалению я помогал первый год я тогда работал но может быть от силы второй анестезию проводил и шоком боролся по-моему грамотнейший Александр Хромов но не помню точно может и Саша Белянин потому что касается доктора Александра Хромова в этом году мы с ним встретились это я уже добавляю к своему рассказу он киевлянин Александр уехал до 91 года он уехал в Украину он большой патриот Украины живет он сейчас под Киевом под Киевом чтобы просто так проще и легче ему на данный момент но вообще как бы у него вообще он киевлянин у нас был очень интересный разговор после того как мы не виделись 30 с чем-то лет но это вот такое отступление так что же случилось с нашим пациентом в то еще советское время работали у нас в Сибири а я работал тогда в Сибири бригада ребят с западной Украины в основном они работали на лесоповале бригада нашего пациента Николая ну сейчас бы сказали мы Колы рубила просеку через тайгу под будущую линию электропередач рубила нет холода особо не было тогда как всегда у нас в Сибири в западной Сибири зимой что-то около минус 20 ночью понятно холоднее хотя в лесу как сибиряки знают не так холодно деревья ведь греют я не знаю для чего лесорубы применяли вот тот металлический трос да мало ли короче это до изнеможения до лютости натянутый трос лопнул и сыграл Николаю по ногам по обеим голеням да с такой силой что случились тяжелые открытые переломы а кругом ведь тайга мобильных телефонов тогда еще не было сейчас это трудно себе представить но тогда их не было рация так тоже ведь это только между собой и до сторожки а сторожка-то рядом короче перетянули они ноги вот этими вот шарфами как могли бригадир выдал бутылку спирта стакан Николай сразу ее выпил погрузили парни его куда погрузили в ковш экскаватора а куда еще погрузишь что еще проедет по этому брелому и поехали то есть он в ковше экскаватор гусеничный и едет по буграм и уже по прорубленной просеке и ехал так больше десятка километров через несколько часов таки доехали они до трассы остановили уазик начали перекладывать Николая глядь а Коля наш пристыл к ковшу ну вот ковш экскаватора он в нем и лежал с задницей и примерз ибо в глубокую часть ковша кровь потихоньку собиралась замерзала и приморозила нашего пациента к экскаватору что делать машина ведь ждет а они машины здесь не часто ездят ну ребята тогда как его оторвать от этого ковша ну они с другой стороны ковша паяльные лампы его и отогрели а правда предварительно молодцы спиртику еще налили ну подожгли задницу ему естественно немного так что у Николая на кресце некросс кожи потом случился вот такой большой сложная значит такая комбинация отморожения и ожога была довезли его на уазике до центральной районной больницы там хирург глянул ампутировать говорит ноги надо ну а дальше вы уже все знаете отказался Николай вызвали санавиацию слава богу она тогда была перелет привезли к нам прооперировали аппарата Елизарова конечно без особых шансов мы тогда так думали на заживление и на сращение однако уже через три недели Николай уехал тогда еще на Украину в Советском Союзе ну в Украину конечно через четыре месяца он вернулся вернулся аппарата снимать все заживо все великолепно срослось мы потом чуть ли не год гору привезенного им подкопченного вкуснейшего сала ели ну и что скрывать горилку пили а как же по другому по другому нельзя сейчас бы мы сказали высокомотивированный пациент но это воля просто воля воля к жизни такая вот украинская воля к жизни надеюсь он вырастил и воспитал достойных детей ведь если бы не они не вера в них мог бы и не выжить вот так ну от себя бы я не знаю сегодня бы добавил наверное я не знаю где Николай сегодня я не знаю где его дети я надеюсь что они живы я надеюсь что здоровы я уверен что они в сопротивлении страшному врагу кровавому агрессии ну вот видите у нас была с вами маленькая пауза связанная с тем что мне нужно было ответить тем не менее это такая пауза еще у нас с вами и естественная реальная потому что мы прочитали мы я прочитал вам курточку с капюшоном и давайте теперь поговорим о актуальном ну а пока у вас есть время естественно поставить лайки задать вопросы подписаться на канал Андрей Волна 03 ну а биологичным доступом мы препарируем сегодняшние реалии вот это страшное обвинение обвинение Леонида Невзлина известного бизнесмена гражданина Израиля мецената филантропа и по-разному его называют большого друга Украины обвинение в том что он организовал покушение на Леонида Волкова на Ивана Жданова и на Максима Миронова который живет в Аргентине мои украинские друзья еще раз повторю говорят что зачем тебе это надо зачем ты в это дело лезешь но мне кажется что очень важно это понять те мотивы которые могли бы стоять за вот этим вот заказом а то что за этим заказом стоит невзля для меня не очень убедительным хотя и ярким был фильм который сделал собственно фонд по борьбе с коррупцией Мария Певчих гораздо убедительнее звучит даже не видео а именно текст который опубликован The Insider и который написан известными расследователями Христо Грозевым и Романом Доброхотовым расследователями в точности исследований которых нам пока не приходилось сомневаться и вот они говорят оба что 98% они дают за то что за этим нападением стоит именно невзлин и оставляют 2% на то что если у Невзлина есть все шансы оправдаться потому что в основе этих обвинений лежит переписка и она должна у него быть на его смартфоне в любом случае его сотрудничество с правоохранительными органами здесь приветствуется да именно на фильме в ссылках к этому видео там есть главная это ссылка на The Insider есть ссылка на видео с Романом Доброхотовым и Христа Грозевым но подчеркну что а вот в фильме ФБК там мне кажется безосновательно пока во всяком случае подтягивается Михаил Ходорковский к этой вот истории да он давний друг невзлино он сам об этом говорит они бизнес партнеры они соратники они друзья на протяжении многих десятилетий но это не значит того что Ходорковский знал о готовящемся нападении хотя он знал о расследовании еще в июне как теперь выясняется сейчас у нас на дворе сентябрь то есть я не на стороне ФБК я не на стороне Невзлина я на стороне здравого смысла и честных людей в том же что касается нападения про Украину чуть дальше в том же что касается Волкова я прекрасно помню волну недоверия тогда когда его избили там была и инсценировка и многие люди которые сейчас говорят что Невзлина ни при чем и что расследование Доброхотова и Грозева это такая же туфта как кино ФБК что это все вторая серия предателей эти же люди говорили что нападение на Волкова это инсценировка это для того чтобы поднять собственный рейтинг для того чтобы поднять рейтинг ФБК даже публиковался я помню пост в Фейсбуке где разумные в общем-то люди обсуждали то что у него гипс сначала на одной руке потом на другой руке на самом деле Волкова спасло то а я говорю именно так спасло то что физически он здоровый парень он крепкий парень его спасло то что он не вышел из машины вышел бы из машины получил бы по голове этим молотком и неизвестно был бы сейчас Леонид с нами и если бы был то в каком состоянии не в травяном ли а у него реально перелом был на кистью у него тяжелейшие мягкотканные повреждения всей левой половины туловища то есть вот отсюда со стороны водительского окна и водительской двери его и лупили этим молотком представляете как надо ударить чтобы сломать кость на кисти вот пясанную кость это как бы серьезно это наотмашь какой мотив у Нерзли и причем здесь Украина и почему я считаю что все это очень тесно связано с Украиной так вот все журналисты все комментаторы в фейсбуке не все но практически все они ищут один какой-то мотив важное обстоятельство почему Нерзлин мог все это устроить один мотив а на самом деле мне кажется таких мотивов несколько и вот то что таких мотивов несколько является ключом к пониманию во всяком случае к пониманию логики этого процесса и главный мотив с моей точки зрения это деньги громадные деньги 60 миллиардов долларов действующие лица в этой истории фонд борьбы с коррупцией и его люди Нерзлин некто Анатолий Блинов простите который судя по переписке и был организатором не заказчиком а организатором вот этих вот нападений и неизвестно живой он сейчас или нет это ФСБ когда говорят что это все провокация ФСБ и в этом участвует ФСБ вне сомнения в этом участвует российская ФСБ Максим Миронов и косвенно Украина мотив за мотивом нам придется виртуально с вами слетать не только на другой континент но и в другое полушарие южное где в Аргентине живет работает профессор экономист россиянин Максим Миронов напомню что на его жену чтобы проучить чтобы побольше было крови это есть переписки в скриншотах тоже было совершено нападение а почему причем здесь Максим Миронов почему нужно было избивать его жену при 10-месячном ребенке это какие-то личные отношения между ним и Невзеленом не очень хорошие да там переписки только но извините за ругань в твиттере ну как-то не принято избивать жен а давайте посмотрим чем занимается Максим Миронов да он ведет большую преподавательскую большую научную деятельность а чем же он занимается в свободное от преподавательской и научной деятельности там в Аргентине а до этого в Испании Максим планомерно доказывает что сколоченное Ходорковским и Невзелен сотоварищей состояние ЮКОС во многом это все было результатом жульнических операций профессор Миронов глубоко в теме даже лет 15 назад на каком-то из судов он сам говорит об этом в США он защищал акционеров ЮКОС а дальше он стал все больше и больше погружаться в тему и исследовать ее ведь теперь принято говорить это правильно что Ходорковский отсидел 10 лет он действительно их отсидел и это является индульгенцией это уже показывает насколько он против Путина а Максим начал ковыряться именно в финансовых вот так тех вот еще старых делах и он говорит да сначала ЮКОС попал под попал стал собственностью группы Ходорковского туда же входили и Невзу и другие люди благодаря залоговым аукционам бог с ними залоговыми аукционами потому что это был способ перераспределения собственности от неэффективных собственников от государства к собственникам эффективным там было много грязи но не будем мы на этом останавливаться Максим Миронов показал что к этому был привлечен банк Минотеп это банк Ходорковского тоже я не экономист поэтому я обобщаю но в общем банк которому Ходорковский имел прямое отношение как один из его владельцев или может быть единственная я не знаю его группа короче это был их банк так вот они совершали крайне рискованные операции на которые банк не имеет права потому что он рискует не своими деньгами а рискует деньгами своих вкладчиков и если бы они потеряли все деньги они бы сказали ну извините мы обанкротились а если выиграли все деньги то эти деньги уходили владельцам а не вкладчикам ЮКОС использовал схему ухода от налогов все уходили от налогов и ЮКОС в том числе и Миронов предъявляет ЮКОС обман им миноритарных акционеров что только тогда это удивительно но когда так оно и есть когда Путин пришел к власти они стали заниматься этими офшорными схемами ведь они стали заниматься я имею ввиду путинские люди правильно но они-то стали ими заниматься с какой целью не для того чтобы налоги пришли в страну а для того чтобы налоги потенциальные пришли в их карманы но это уже другое так вот когда они стали заниматься этими офшорными схемами только тогда миноритарные акционеры ЮКОСа стали получать какие-то деньги то есть Миронов на протяжении последних лет много говорил доказывал в том что группа бизнесменов которые владели ЮКОСом являлись самыми эффективными хорошими пользователями этого ЮКОСа они его развивали но они являлись жуликами они использовали чистой воды жулинические схемы какое-то отношение имеет к Украине не секрет что бывшие владельцы ЮКОСа которых возглавляет Невзлин Ходорковский ему передал эти права и его юристы они выиграли иск у Российской Федерации и в настоящее время сумма этого иска составляет 60 миллиардов долларов и Невзлин очень и очень торопится получить эти деньги по всем фронтам работая почему потому что кубышка то одна теоретически кубышка с Украиной я имею ввиду потому что Украина претендует на эти деньги тоже на эту кубышку для чего для восстановления своей инфраструктуры которую разрушает Россия эта кубышка одна теоретически в ней около 300 миллиардов долларов а вот практически экономисты говорят я их слушаю я не эксперт здесь что намного меньше называют разные суммы и в частности сумма где-то которая крутится вокруг 100 миллиардов долларов вот за эту сумму идет война и ведь репарации из этих же денег поэтому если начнутся выплаты репараций то до невзлина сотоварищей очередь может и не дойти а Миронов все время пытается доказать да решение судов уже есть я не знаю они могут быть отозваны или нет скорее всего нет но он пытается доказать что эти деньги они не заработаны честным путем они заработаны именно бандитским путем и во всяком случае что не надо торопиться их выплачивать вот это вот так я вижу и вот так я это дело понимаю поэтому на кону очень большие деньги и поэтому невзлин решил и проучить Мирона вообще вот Михаил Борисович Ходорковский все время говорит что мы друзья мы поддерживаем отношения все время бизнес партнеры но у нас разные политические позиции смотрите вот здесь я вступаю на вот такую вот почву зыбкую своих предположений вот смотрите как это выглядит нужно получать 60 миллиардов долларов и выгодоприобретатели здесь разделились вот представьте себе да что выигран иск и говорится 60 миллиардов долларов по иску должны уйти владельцам или акционерам ЮКОСа во главе которых стоит российский оппозиционер Михаил Ходорковский не очень хорошо звучит правильно поэтому Михаил Ходорковский демонстрирует свою как бы вот такую вот позицию что он является именно российским оппозиционером там антивоенный комитет и так далее а Невзлин который реально вот ведет все эти дела он отказался от российского гражданства он такой русофоб он копеечки посылает Украине и будет совсем другая реакция когда будет известно что эти деньги отошли не российскому оппозиционеру Ходорковскому а человеку который помогает Украине известному пезантропу известному жертвователю известному донору хотя Майкл Наки например в этом сомневается в одном из своих стримов они перейдут Невзлину вот такой вот вот такая вот интересная получается схема что же подвело Невзлину в этой ситуации мне кажется что подвела некая мстительность он давно разбирается с ФБК там у них с Навальным до этого с ФБК и не единственный мотив вот мотив который главный это денежный о нем мы только что поговорили но есть и личные мотивы это это именно ненависть к фонду борьбы с коррупцией личная ненависть к Волкову он ему угрожал на одном из заседаний форума свободной России говорят что все это разводки ФСБ вне всякого сомнения ФСБ активный участник этого процесса Грозев и Доброхотов говорят что Невзлин давно сотрудничает с шестой службой ФСБ это та служба которая занимается экономическими преступлениями конечно Путин был бы счастлив вернуть все эти деньги в Россию но вот косвенно это тоже очень интересно ФСБ не заинтересовано в том уж если их нельзя вернуть в Россию то ФСБ очень даже заинтересовано в том чтобы эти деньги пошли куда-то и кому-то но не на репарации Украине поэтому ФСБ вовлечена в эту систему информатор ФСБ некто Матус это такой двойной может быть тройной агент он именно сотрудничал и с центром досье Михаила Ходорковского и это сотрудничество подтверждено и оно не отрицается он решал многие вопросы для ФСБ и он вышел на фонд борьбы с коррупцией вот с этим вот компрометирующим невзлина материал не фильм певчих главное а расследование The Insider Доброхотова и Грозева глав я вот сейчас цитирую в распоряжении The Insider оказались скрины переписки ранее частично опубликованные Russia Today и фондом борьбы с коррупцией частично опубликованы они подтверждают что предприниматель Леонид Невзлин был заказчиком нападений на Леонида Волкова Ивана Жданова и жену Максима Миронов Александру Петрачкову анализ The Insider этой переписки свидетельствует что она с высочайшей степенью вероятности является подлинной несколько тысяч сообщений в переписке Блинова Блинова это которого называют организатором этих покушений Блинова вот смотрите как вот есть Блинов который организовал вернее мы не знаем есть он сейчас или нет он был а вот этому агенту Матусу поручили изъять его телефоны у Блинова уж не знаю как и их уничтожить чтобы не осталась эта переписка и эти телефоны оказались у Матус а где сам Блинов никто не знает и помимо тысячи скринов в этих телефонах было видео от первых лиц от нападавших лиц на жену Миронова и на Жданова то есть это было видео для отчета это видео как говорят Гурозев и Доброхотова оно на сто процентов не сделанное кем-то оно подлинное на сто процентов и это очень серьезно личное мое Невзлина я видел и слышал один раз во Львове там гражданские активисты которые поддерживают российские добровольческие подразделения собрались и вывели там в прямой эфир онлайн Невзлина а вы знаете я из такого региона вообще-то я родился в Кемерово в Сибири где в 70-х 80-х годах каждый третий взрослый мужчина когда-то бывал у хозяина но сидел в тюрьме поэтому я очень хорошо знаю жаргон я очень хорошо знаю эту лексику я могу сказать что вот с того времени с 80-х 90-х я не слышал таких слов которые я слышал от Невзлина в адрес Ильи Пономарев это были угрозы мне говорят Илья Пономарев тот еще персонаж слушайте не имеет значения в чей адрес это были угрозы говорят Невзлина много кому угрожал но это были такие слова это были угрозы ну я бы сказал что за ними за ними чувствовался угрозы убийства если ты еще там очень много было таких слов это он говорил Пономарев скажешь что-то о Михаиле Ходорковском я тебя найду в любой стране в своей Украине ты не спрячешься и тогда уже это будет другой разговор и не со мной что-то вот в этом духе это был тяжелый момент второе ведь изучено тысячи сообщений с телефонов этого Блинова кстати еще раз подчеркну что Невзлин признал то что он знаком с Анатолием Блиновым то что у них были финансовые отношения и то что у них была переписка поэтому мне кажется что шар на стороне Леонида Невзлина если он хочет доказать свою невиновность он должен представить подлинную переписку и показать где там какие подделки так вот в этой переписке упоминается поручение Невзлина Блинову решить проблему одного человека не связанную совершенно вот с этими нападениями я знаю этого человека более того я с ним разговаривал я не буду здесь его называть потому что это был частный разговор и от него в этом частном разговоре я узнал о существовании такой проблемы то есть еще раз переписки вот мелочи как Блинову там решить вот такую 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 проблему для такого человека я встречаюсь с этим человеком и он мне говорит да вот такая проблема у меня я только не помню она на момент нашей встречи была или она уже была решена это вот мелочи но эти мелочи говорят о многом мне говорят главный аргумент зачем Матус это вот двойной тройной агент передал в итоге эти скрины передал фонд борьбы с коррупцией они дошли до Грозева и Доброхотова первое сначала он вроде бы хотел денег там есть разговоры с ним ему отказали в том что дадут денег после этого эти скрины оказались на Russia Today и в конце концов он их отправил и в ФБК тоже зачем только для одного мне кажется вполне возможно что этого Блинова телефоны которого он должен был уничтожить возможно что его уже нет на этом свете и вот этот Матус это знал и тогда все становится ясным и логичным если через Блинова шли заказы Блинова нет или очень сильно он где-то спрятан и Матус остается единственным связующим звеном после того как он уничтожает телефоны можно уничтожать запереть закрыть что угодно сделать самим Матусом мне кажется что это он сделал для самозащиты но вот такой вот у меня разговор никто не отменяет мое право на какую-то логику чтобы говорить о том что мне кажется и что я вижу и еще раз повторюсь что я бы не уделял этому столько внимания если бы за этим косвенно не стояли интересы Украины тоже ну что ж дорогие друзья еще раз я прошу вас подписываться задавать вопросы комментировать ну и в конце концов тут пострадали люди это не просто какой-то сврач среди представителей не существующей практически уже российской оппозиции за этим стоят нападения на людей поэтому я очень надеюсь что компетентные органы Литвы Польши и Израиля как я понимаю в этих трех странах как бы туда подано заявление и начато расследование я очень надеюсь что они разберутся в этой всей истории спасибо вам громадное за внимание и до до чего до новых встреч так наверное да говорят спасибо 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 Продолжение следует...